Добрый день, это бета-сайко и новый выпуск ESSA Live без воды, посвященный прошедшему стриму разработчиков игры The Elder Scrolls Online от 14 сентября. На трансляции показывали зону Меркмайр из одноименного дополнения. В качестве гостей были руководители разработки зоны Эд Старк и старший сценарист Лимон Таттл. Разработчики начали свое путешествие из городка Лилмад, который является главным хабом для игроков и стартовой площадкой. Большинство строений в городе сделаны таким образом, чтобы их можно было разбирать и переселяться в другие места. Здесь же нам показали традиционный музыкальный инструмент Argonian, который будет встречаться и в других местах в игре после обновления. Было уточнено, что подобные инструменты мы сможем поставить в своих домах. Зосы рассказали, что зона нового дополнения будет даже чуть больше, чем в Clockwork City. В путешествии по локации мы будем натыкаться на постройки имперцев, которые неудачно пытались закрепиться в Меркмайре, и пиратов, которые перебывали сюда из разных концов света. Вся зона была создана с целью быть похожей на большое опасное болото, где все норовит съесть игрока. Например, растения, с которых мы можем собирать полезные ингредиенты, могут попытаться атаковать нас, если мы будем недостаточно осторожны и не подкрадемся к ним. Второй показанный город – маленькая торговая точка. Здесь мы сможем встретить Argonian, которые занимаются спортом. Спорт занимает важное значение в жизни этого народа, так как он отражает его страсть к непостоянству и изменениям. Во время исследования Меркмайра мы будем находить аргонианские календари, которые мы могли уже видеть в дополнении Shadows of the Hist, или Тени Хиста в подземелье руины Мазатона перед финальным боссом. Активируя эти календари, мы будем вызывать и различные интересные явления. Также это подтверждает то, что хотя местное население не слишком интересуется историей, уничтожать старые реликвии они тоже не настроены, руководствуясь правилом. Что должно быть разрушено, будет разрушено. Что должно быть сохранено, то будет сохранено. Два основных племени, которые населяют Меркмайр – дипломатичные Brightroads, или Бледноглотки, и воинственные Нага, они же Deadwater Tribe, или Племя Мертвой Воды. Brightroads очень открыты и приветливы, они полагаются на силы переговоров. Когда члены племени хотят пообщаться с предками, они лежат в сок Хиста. Также они помещают свою кладку в Хист, чтобы яйца впитали мудрость прошлых поколений. Племя Мертвой Воды же, напротив, настроено враждебно к иноземцам. Их броня сделана из останков близких и друзей, которые погибли в сражениях. На управляемом персонаже, кстати, броня в стиле этого племени. По сравнению с Brightroads, племя Deadwater Tribe меньше, на их популяцию повлияли постоянные битвы. Уходя в болото, рогоняне берут с собой могильные трости, на которых изображена их история, чтобы, если они умрут в болотах, об их истории смогли узнать. В новой зоне нас ждут два мировых босса. Один из них — Баксилд Гарх, Некромант. Рогоняне верят, что когда они умирают, они возвращаются в Хист, он же пытается изменить цикл. Также в DLC будут две вылазки, которые передают прошлое и настоящий Меркмайера. Нам показали начало одного из одиночных подземелий под названием Зубы Ситиса. Один из монстров на болотах — Вори Плазма. Оно частично воскрешает павших на болотах и подчиняет своей воле. При приобретении DLC, чтобы попасть в Меркмайер, мы можем либо выполнить начальный квест, либо сразу телепортироваться в зону. Начальный квест состоит из двух стадий. Вторая стадия будет происходить совершенно новая локация. Также будет пачка ежедневных квестов. Мы сможем получить дополнение бесплатно в качестве награды за ежедневный вход в ноябре. Также оно будет доступно, как обычно, в Кронсторе и по подписке ESO+. При покупке коллекционного набора мы получим уникальную лошадь и небоевого питомца — Болотную Медузу. Новое дополнение Меркмайер будет доступно на публичном тестовом сервере уже в этот понедельник, 17 сентября. А это значит, что в понедельник в 17 часов по московскому времени коллектив Таверны и Хитного Стамсорка выйдет на стрим для прогулки по новой зоне и для разбора обновления 20. Например, уже известно, что разработчики изменят механику магических щитов, предоставляя игрокам больше возможностей контрплея против моноклассов PvP. А также усилят легкую и среднюю броню. Если вы хотите узнать подробности, то подписывайтесь на канал и подключайтесь к трансляции уже в этот понедельник. Я, Даник Прок, Ирбис и Ромайр будем вас ждать. И на этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, планируете ли вы покупать дополнение Меркмайер, или же воспользуетесь преимуществами подписки ESO+. Или же вовсе попытаетесь его урвать в качестве халявы за ежедневный вход в игру в ноябре. Ну, и если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, я это очень ценю. А я желаю вам всего доброго, успехов и пока!